Всем привет! Помните это ведро с этой баночкой? Прошло очень много времени. Больше трех недель, наверное, да? Да, больше точно. В месяц, наверное. Расскажи, пожалуйста, что происходит? В общем, очень долго не росло. Случайным образом обнаружилось по описанию в интернете, что оказывается сейчас много лука опрыскивают специальными растворами, чтобы они не давали зелень. То есть они просто-напросто не растут. Была очень большая корневая система, то есть в корень он рос прекрасно, что один, что второй, а непосредственно зелень не давала, не пробивалась. Когда я уже думал заканчивать это дело, это где-то неделю назад было, увидел, что пошел первый маленький росток. И где-то чуть больше недели назад, может дней 8-9 назад, оба поползли в рост. Вначале на гидропонике и буквально днем позже в банке лука риса. То есть в связи с тем, что, я так понимаю, опрыскивали, они не росли. Вот это наросло где-то чуть больше, чем за неделю. Да, у них корневая система росла сразу, да? Корневая система начала расти в этот же день. То есть к вечеру уже видно, ой, не к вечеру, ну вот, в следующий раз, когда я подошел, сколько там, прошли сутки, даже меньше, уже по корне поползли. Это вот наросло где-то дни за 8, я думаю, может быть за 9. Точно не засекали. Вот, ну, как говорится, эффект налицо. Разница чувствительная. Причем в рост они пошли примерно в одно и то же время, в один день. Опять же, луковицы, напоминаю, что были одинаковые, с одного пакета из магазина. Вот, можете, здесь можно видеть в баночке корневую систему луковицы. Тут нам приподняли. Слушай, тут всякой дрянью обрабатывают фрукты, овощи, что это? Ну да, мандарины красят. Мандарины. Не, ну то, что химию обрабатывают, такие хорошие. Как у миллиона бдула, у миллиона бдула, борода. А, нет, как у миллиона бдула, сейчас покажем, как у миллиона борода. И сейчас посмотрим на корневую систему, которая наросла в гидропонике. Ё-о-о, это точно миллиона бдула. Причем сама луковица, она ниже сидит, ой, сидит выше дна горшка, то есть она не на самом дне, где-то вот здесь, вот на серединке заканчивается. То есть там тоже члены. Ты эксперимент будешь сейчас прекращать с луком? Ну, дорастет, скушаем, буду прекращать. А может быть вытащим, посмотрим, что внутри? А там корни. Просто если мы его вытащим, ему каюк настанет. А ты еще хочешь порастить? Ну да, да, растет пусть, потому что здесь можно видеть, что там много ростков пошли в рост. Интересно, чем закончится, сколько она растет. Ну вот говорю, корневую систему, почувствуйте разницу. Да, прикольно. Причем корневая система изначально сразу шла быстрее. Видите, какие крышки? На гидропонике, да? Да. Видите, какие крышки чистые, беленькие. Обычная вода, опять же повторюсь, но для эксперимента с огурцом уже приобретено энное количество препаратов. Куплен ТДС-метр, чтобы мерить электропроводность воды. То есть ты уже электронный купил? Да, купил электронный ТДС-метр, купил разнообразный набор веществ в порошке, из которых потом составляет раствор. Также купил... То есть будешь делать раствор самостоятельно? Для огурцов еще не решил. Я купил готовый раствор для гидропоники от General Hydroponics Europa, Flora Series. Там, в принципе, я могу показать. Тут на ведро ставь. На пробу решил взять, попробовать. Это одни из самых распространенных, популярных концентратов для приготовления растворов. В зависимости от стадии роста, в зависимости от того, что... А прижимание, чтобы почитать могли это униз головой. Чтобы росли... В зависимости от стадии роста, в зависимости от воды, в зависимости от растений, добавляются в разные концентрации. Из этих трех бутылочек в определенных объемах концентрат раствора и получается готовый раствор. Попробуем. И, соответственно, и так, и так. Еще пока не решили. Я взял чисто на пробу. Что они какие-то? Взяли... Вот так. Так положено. Да, они так и должны быть. Ну, это я взял самую маленькую... Самую маленькую объему просто на пробу. Потому что дальше какие-то будут пол-литра, литровые. Это... Вот этих баночек, я думаю, должно хватить на стадию роста одного растения. Должно их хватить. То есть, на весь период роста растений... 300, что ли, рублей. Ну, это, конечно, с учетом, что у нас еще в доллар подорожало. Раньше, я думал, дешевле еще были. Ну, я так понимаю, что ненамного. Они у нас где-то в России разливаются. То есть, не концентрат готовится в... Врать не буду. В Франции, по-моему, я во Франции. Не помню, неважно. А к нам уже здесь у нас бутилируется. Да, это Франция находится за великой китайской стеной. Сейчас она везде... Нет, это General Hydroponics. У них свои мощности. Они у себя их лавят по секретной технологии. Как у кого? Практически. Короче, в общем, вот этого упаковки должно хватить, чтобы вырастить куст. Гипотетически. Гипотетически. Когда мы начнем эксперимент? Чуть попозже, сейчас еще... Свои огурцы отойдут? Сейчас еще разговаривают. Потому что растут непонятненькие. Насколько быстрее вы видите, растут. Поэтому сейчас рановато запускать. Запустим попозже, ближе к зиме. Осенью. Осенью, да. Ну что, прикольно на самом деле. Я думаю, эксперимент явно показал разницу. Хотел смотреть, цвет немножко отличается от этого лука. Ну, может быть, этот лук маленький, потому что еще... Может быть, еще по-другому. Потому что планировали досвечивать, но в связи с тем, что изначально пошло совершенно все не так, этот стоял на свету, этот стоял без свечи. Короче, гидропоника была полностью в темном углу стояла, да, и без освещения. Для лука, конечно, свет, в принципе, ну, не является такой сильной... Не серая принципиально. Да, да. Но все равно. Может быть, из-за того, что да, молодой. Да, да. Он же стоял вот этот гидропоника в темной комнате, практически там в тени. Издевались как могли. Да, ну он, видишь, выжил. Все, друзья. Встретимся в следующий раз, уже когда начнем выращивать игурец. Встретимся в следующий раз.